Василий Буряков, которого обвиняют в вооруженном нападении на полицейских в Подмосковье, дал признательные показания. Мужчину задержали 11 апреля, через 4 дня после преступления. Он прятался в лесу в Тверской области. Подозреваемого доставили в Московскую область. Сейчас с ним работают следователи. Прошел наркотическое средство. И там сотрудники были. Отзывы, было два, два, три. Ну, не знаю, странно. Стрельман. 7 апреля участковый Сергей Ефименко и оперативник Григорий Серов приехали на задержание наркоторговца Бурякова. Но он начал стрелять. Сергей Ефименко погиб. Григорий Серов был тяжело ранен. Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания, полностью признав предъявление ему обвинения. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности неподалеку от Сент-Азон, для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе он был застигнут сотрудниками МВД, в результате чего открыл по ним стрельбу из пистолета, после чего скрылся. Следственные действия продолжаются. Назначены проверка показаний на месте и опознание. Буряков будет отвечать за убийство, посягательство на жизнь полицейского, незаконный оборот оружия и наркотиков. 100 килограммов наркотиков нашли полицейские в лесу Орехово-Зуевского района Московской области. Крупную партию смертельных веществ там спрятали одни драгдилеры, а другие должны были подобрать зелье и перепрятать. Теперь логистическая цепочка прервана. Два наркоторговца уже задержаны. Обо всем подробнее в сюжете Юлии Ковалевой. Большой мешок с яркими пакетами внутри оперативники нашли в глухом лесу. Это один из тайников наркодельцов. Закладки находились в разных местах. Полицейские нашли все и изъяли 99 килограммовых пакетов с кристаллическим веществом. Экспертиза показала. Это производная наркотика N-метилэфедрона. Закладчика вычислили по пути на очередное задание. Сотрудники УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт порядка 100 килограммов наркотических средств. При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом. Мужчин задержали. Координаты тайников стражи порядка нашли в телефонах драгдилеров. Возбуждено уголовное дело. Двух товарищей ждет суровый приговор. Юлия Ковалева, Вячеслав Чернинок, Петровка, 38. На востоке столицы оперативники задержали, как они думали, обычного закладчика, который распространял марихуану. Но на деле мужчина оказался не так прост, как кажется. 33-летний драгдилер не только продавал, но и сам выращивал запрещенные растения у себя в квартире. В результате проведенного обследования в квартире, которая была в пользовании задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 9 растений в гроубоксах, емкостью жидкостью, пакет с веществом растительного происхождения и оборудование для культивации. Мужчина тщательно ухаживал за своими растениями. За создание незаконной оранжереи и распространение урожая драгдилеру грозит суровый тюремный срок. Почти 50 нелегальных жителей подмосковного Пушкина скоро отправятся домой. Иностранцы жили все вместе в большом доме. Они приехали в Россию из Африки и Центральной Азии. Ни регистрации, ни патентов у них не было. В ходе рейда в отношении 47 иностранцев полицейскими составлены протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. На каждого из них наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы России. Стражи порядка выясняют, кому принадлежит дом, где жили нелегалы. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Экономические полицейские совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность финансовой пирамиды. Аферисты больше пяти лет обманывали граждан, которые очень хотели начать собственный бизнес. Мошенники арендовали офисы в Брянске и Екатеринбурге, приглашали туда людей и предлагали им заняться сетевым маркетингом. Для этого надо было заплатить вступительный взнос – 180 тысяч рублей. Потом аферисты выдавали новым участникам товары, клубные карты и скидочные карты на туристический отдых. Тем, кто приводил в бизнес друзей, платили по 100 долларов за каждого. В наручниках оказались шесть человек. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Оперативники провели 15 обысков в офисах и квартирах злоумышленников. У нас есть официальная ответственность, что они вас пирамидой признали. Есть подозрения, они не признали никого. Есть подозрения. Всем шестерым фигурантам грозит миллионный штраф и до 10 лет за решеткой. За мошенничество в особо крупном размере ответят участники преступной группы, которые работали в крупнейшей энергетической компании Северного Кавказа. Известно, что в банду входили 9 человек. Это бывшие и действующие сотрудники фирмы и ее подрядных организаций. Несколько лет злоумышленники брали от государства деньги на создание в Дагестане комплексной системы учета электроэнергии. Но никакие работы не выполняли. На этот проект в рамках программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе на территории Северного Кавказа были выделены средства федерального бюджета. Предусматривалась установка абонентам счетчиков, которые дистанционно передают сведения о потребленной электроэнергии. Однако до настоящего времени система так и не введена в эксплуатацию. В общей сложности злоумышленники похитили почти 3 миллиарда рублей. В ближайшее время все 9 задержанных предстанут перед судом. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. 19-летнюю москвичку, которая представлялась сотрудницей Центробанка, задержали в Перми. Барышня работала курьером у телефонных мошенников. Жертвой аферистов стал пожилой мужчина, которому они сообщили о том, что его сбережения под угрозой. Потерпевший несколько раз снимал деньги со счета и передавал их лже сотруднице банка. Когда она пришла к нему с очередным визитом, мужчина заподозрил неладное и вызвал полицию. Ущерб 4 миллиона рублей. В Нижнем Новгороде перед судом предстанет торговец анаболическими стероидами. Мужчину задержали, когда он отправлял посылку, в которой находилось 100 таблеток, содержащих стонозолол. Съемная квартира подозреваемого была похожа на аптечный склад. Общий вес изъятых сильнодействующих препаратов более 115 килограммов. Расследование завершено. В Вологодской области двое мужчин незаконно спилили более 100 деревьев. Ущерб от действия лесорубов более 6 миллионов рублей. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников. У подозреваемых изъяты бензопилы, трактора, два грузовика. За незаконную рубку леса мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Сервиз почти за 100 тысяч рублей. Такую покупку сделала 86-летняя жительница Запорожской области. Дешевую посуду втридорога ей продал бродячий торговец. Он был таким назойливым и настойчивым, что старушка и не пыталась сопротивляться. Она была готова на все, лишь бы поскорее избавиться от комива и жора. Анна Ткаченко продолжит. Это самая красивая и прочная посуда в мире. Такой сервиз – настоящий эксклюзив. Роспись – тонкая ручная работа. Именно так рекламировал свой товар торговец, который появился на пороге 86-летней жительницы Запорожской области. Пенсионерка согласилась на предложение и в связи с плохим зрением вынесла все деньги, которые у нее были. Злоумышленник отсчитал 90 тысяч рублей и покинул жилище, оставив набор посуды. Затем сел в автомобиль и быстро уехал. После ухода продавца пенсионерка внимательно рассмотрела товар и заметила, что посуда плохого качества. Женщина обратилась в полицию. Стражам порядка потерпевшая призналась. Незнакомец был так настойчив, что она просто побоялась ему отказать. Хотя с самого начала чувствовала подвох. Я больше уже не могу рассказать, я испугалась. Я говорю, что деньги заберет и меня убьет. Полицейские по горячим следам задержали нечестного торговца у него дома. Деньги он потратить не успел. Стражи порядка изъяли всю сумму и вернули пожилой женщине. Увидел пенсионерку. Решил продать ей посуду. Пожалуй, что не ценит. Так как веков было не оборудование. Полицейские подозревают, что пенсионерка не единственная жертва афериста. Большое спасибо запорожской полиции за то, что быстро отреагировали и задержали преступников. За мошенничество мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Анна Ткаченко, Алла Смотрикова, Петровка, 38. А на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.